МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире Хабар-24, хроника криминальных и чрезвычайных происшествий дня. С вами я, Анастасия Шенусова. Сегодня в выпуске. Казино в сауне. Какое наказание ждет организаторов игорного бизнеса в Костанайской области? Пьяный и бесправ. Чем чревато вождение в нетрезвом состоянии для водителей или шонников? Узнал на себе Акмолинец. Человеческий фактор. Чему приводит несоблюдение правил пожарной безопасности? Кредит на молодую маму. Как жительница Акмолинской области оказалась обманута интернет-мошенниками? До пяти лет лишения свободы грозит организаторам игорного бизнеса в Костанайской области. В ходе спецоперации задержаны девять человек. Как выяснилось, работали они под прикрытием. Подозреваемые собирали желающих сыграть в карты на деньги в съемных саунах. Для этого использовались фишки, карты, игральные гости и телефоны. Все вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. Оказаться за решеткой рискует Акмолинец, севший за руль пьяным и без прав. Как оказалось, мужчину лишили водительского удостоверения сроком на семь лет. Однако это ему не помешало разъезжать по району к тому же нетрезвым. И это далеко не единственный подобный случай в регионе. С начала года Акмолинские полицейские выявили около 1500 пьяных водителей. 1389 из них привлекли к административной ответственности. Кроме того, зарегистрировано 70 фактов управления авто водителями-лишонниками. Как правило, недобросовестные авторлюбители попадаются во время рейдовых отработок и оперативно-профилактических мероприятий. 150 тонн сена уничтожено огнем ВКО с начала года. Причина – элементарное несоблюдение правил пожарной безопасности. По информации ДЧС, именно человеческий фактор чаще всего приводит к загоранию. Так, к примеру, случается, что техника недооборудована огнетушителями и искрогасителями. Не устраняются подтеки горючих жидкостей. Сеновалы не ограждаются и не опахиваются. Складирование сена допускается под линиями электропередач. С этой целью спасатели провели порядка 600 инструктажей для 3500 человек и организовали 115 круглых столов с работниками крестьянских хозяйств и предпринимателями. Ближайшие семь лет может провести в тюрьме очередной интернет-мошенник, оформивший крупный кредит на жительницу Акмолинской области. Женщина оказалась должна банку около 4 миллионов тенге после телефонного разговора с якобы представителем финансовой организации. Несколько дней назад потерпевший поступил звонок от сотрудника службы безопасности банка, который сообщил, что взломаны ее банковские приложения и аккаунт на сайте электронного правительства. Он назвал личные данные женщины и ее родных, номера счетов, ИИН, адреса и номера телефонов, которые оказались действительными. Чтобы исправить ситуацию, собеседник рекомендовал ей скачать на телефон приложение удаленного доступа. Акмолинка послушно выполнила все указания, не догадываясь о том, что стала жертвой мошенника. По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 190 Уголовного кодекса Республики Казахстан мошенничество. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества. Полиция Акмолинской области призывает граждан в длительность. Элементарные правила кибербезопасности. Ни в коем случае не отправляйте никому фото или копии своего удостоверения. Если вы передали копии работодателю, то попросите удалить сообщение из электронной почты и из всех мессенджеров. Не принимайте подозрительные переводы от незнакомых людей, а если деньги все же поступили, звоните в банк и простите его отменить. Обратитесь с письменным заявлением в полицию, либо в Департамент защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка. Доверчивость может быть и не самое плохое качество, но в наши дни с ним перебарщивать опасно. И не сколько для кошелька, а сколько для нервной системы. Не ищите себе лишний повод для стресса, будьте бдительны. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, то делитесь информацией с редакцией программы «По горячим следам». На этом у меня все. Увидимся на телеканале Хабар 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова